Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Всех ставили в известность наших гостей, будущих гостей, что введен закон, федеральный закон. Курортный сбор на развитие «Анапы». В администрации города намерены направить средства на благоустройство санаторно-курортного комплекса и создание новых скверов. Благовещенко, Витязева, Суко, Утриш, большое количество там изымается алкоголя. Удар по торговцам опасным зельем. В результате рейда на Пионерском проспекте только за один день изъято более полутора тонн нелегального алкоголя. Вторая жизнь цветочных часов. Один из главных символов «Анапы» предстанет обновленным и защищенным от любителей экстремальных селфи. В поселке Виноградный необходимо решить вопрос с заброшенным зданием. А в поселке Суворов-Черкесске найти средства на ремонт тротуара, ведущего к детскому саду. По поручению главы города-курорта Юрия Полякова, первый заместитель главы муниципалитета Сергей Петров провел горячую линию. Есть вопросы, которые можно решить на местном уровне. А в одной из ситуаций он поручил постоянно напоминать о проблеме на краевом и федеральном уровнях. Петров Сергей Иванович, первый заместитель главы города. Слушаем вас. В зале заместители главы «Анапы», главы сельских округов и руководители подразделения администрации муниципалитета. Ответ на каждый вопрос стараются найти здесь же. Жителя Витязева интересует транспортная доступность. Его маме, ветерану войны, в этом году 90 лет. Два года назад администрация планировала запустить поблизости автобус, однако проект оказался нерентабельным. Но теперь адрес, где живет ветеран, взяли на контроль в управлении социальной защиты. Если это ветеран войны и ему 90 лет, однозначно мы просто персонально будем... Нет, это мой 16-го декабря. Ну, все равно, даже если 89, все равно это уважительный возраст. Поэтому мы уделим вам внимание и, соответственно, сделаем так, чтобы вам было комфортно жить в нашем городе. Спасибо. В поселке Виноградный заброшенное здание бывшей автошколы. Во-первых, это некрасиво. Во-вторых, его можно приспособить под муниципальные нужды. Например, открыть клуб для детей. Мы начали искать, естественно, делать запросы через наших депутатов. Последний ответ нам с Москвы, с ДСАПа пришел, что оно им не принадлежит. Поэтому инициатива такая, как вымороченное имущество, надо его оформлять. И, может быть, управление образованием, может быть, под спортом приспособить. Ответ у нас есть, что оно бесхозное. Ну, как бесхозное, что оно не принадлежит ДСАПу. Сергей Петров поручил убедиться в том, что здание бесхозное, и начать оформлять его в муниципальную собственность. Тем более, что такая практика есть. А рядом, в поселке Суворов-Черкесском, жители просят привести в порядок тротуар, который ведет к детскому саду. Здесь варианта два. Оформить заявку, которую муниципалитет выполнит в следующем году, или найти внебюджетный источник. Председатель родительского комитета школы номер 31 станицы Гостогаевской Андрей Кривошеев интересуется, запланирован ли строительство нового спортивного зала, тот, что есть, мал. Дети способны, заняли первое место среди основных школ, стремятся, хотят, а возможности такой нет. Вот, если можно, чтобы вы на это обратили внимание и помогли нам в этом вопросе. В муниципалитете поясняют, станица Гостогаевская развивается очень быстро. Бюджет просто не поспевает за такими темпами. На очереди учебные заведения, где вообще нет спортивных залов. В школе номер 21 его строят. Пока детской школе подали заявку на финансирование по государственной программе, расширение имеющихся площадей, следующий логичный шаг и вопрос ближайших нескольких лет. Мы однозначно будем разрабатывать инфраструктуру, однозначно будем в этом направлении работать. Тем более главой города эта задача нам обозначена, о том, что мы должны создавать нашим жителям комфортные условия для работы и для отдыха. Да, пожалуйста, да, мы будем благодарны вам. Хорошо, спасибо, мы вас записали, однозначно, да, примем этот сведень. Рядом с селом Джигинка увеличилась интенсивность движения поездов. При этом единственный выезд из населенного пункта – железнодорожный переезд. Жители просят построить еще один, а лучше – мост. В администрации ситуация на контроле достаточно давно. Муниципалитет уже выделил 15 миллионов рублей на строительство здания пожарной части в Джигинке. На государственные же деньги ее оснастят оборудованием и техникой. Однако даже это не отменяет решение вопроса с транспортной доступностью. Письма нами уже написаны, этот вопрос стоит на контроле у главы. Это дороги федерального значения, то есть это не подчиненные они ни нам, ни краю. Поэтому мы подготовим письмо на федералов, на губернаторов написать, наверное, письмо может быть. С Юрием Федоровичем сейчас посоветуемся на эту письму переговорить, потому что если мы не будем стучаться в двери, они не откроются. Жители станицы Анапской спрашивают, когда откроют для детей стадион, построенный к мировому футбольному первенству. По словам Сергея Петрова, должна пройти процедура передачи объекта из государственной в муниципальную собственность. Затягивать с этим не будут. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Более миллиона рублей в казну муниципалитета приносит курортный сбор всего за неделю. Сейчас сумма выплат составляет 10 рублей в сутки с человеком. Окончательная стоимость будет определена к концу года. За две недели июля гостиницы из Дравницы Анапы перечислили более 2,5 миллионов рублей за счет курортного сбора. От обязательных выплат освобождены жители, края и льготники. В нашем отеле никакого негатива не было. Почему? Первое. У нас вся информация есть на сайте, полноценная информация. Дальше. При бронировании, когда номера заранее бронируют, мы всех ставили в известность наших гостей, будущих гостей, что введен закон, федеральный закон, краевой закон, такая-то, такая-то. То есть с людьми это все встречено позитивно, никаких вопросов не было. Я лично люблю много путешествовать, и как на зимних, так и на летних курортах, и в Европе, и в Азии. Я встречаю, что там берут курортный сбор, а он идет на инфраструктуру, явно, как и у нас в законе положено. И когда люди увидят этот позитив, увидят, что эти деньги не кто-то куда-то потратил, а то, что она идет на улучшение курорта, я думаю, это всем населением будет воспринято. Но для этого нужна большая, хорошая работа, в том числе и разъяснительная. Деньги останутся в муниципалитете и пойдут на благоустройство санаторно-курортного комплекса. По поручению главы города Юрия Полякова, управление архитектуры разрабатывает эскизы новых мест отдыха и зеленых зон. Лучшие идеи определят посредством голосования жителей и гостей курорта. Проекты лидера утвердит общественный совет по расходованию средств. До конца текущего года в Анапе разработают стратегию социально-экономического развития. Такую задачу поставили краевые власти. Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Игорь Голась, сегодня наличие такого документа – необходимость для всех крупных, а также перспективных муниципалитетов. Стратегическое планирование необходимо для того, чтобы более эффективно расходовать средства, определяя точки приложения усилий, а также для создания понятных условий для инвесторов, как для потенциальных, так и тех, что уже работают на территории. Как пояснили в администрации города-курорта, стратегия будет представлять из себя большую научно-исследовательскую работу. Для этого будет собран самый широкий пул экспертов, а также представителей общественности. При разработке проекта-стратегии будут привлекаться консультанты, компетентные организации, эксперты, а также предусмотрено вовлечение широкого круга заинтересованных лиц, в том числе и жителей города-курорта, через рабочие встречи, проектные семинары и совещания. На курорте продолжается борьба с незаконной торговлей алкоголем. С начала года специалисты изъяли уже более 15 тонн. Рейд, который прошел на Пионерском проспекте и в курортном селе Витязева, показал, что торговцев не пугают штрафы. Первая курортная зона Пионерского проспекта. Этот торговец с непонятной жидкостью использовал мобильную тактику. Торговал, что называется, с колес прямо из своего авто. Регулярно менял места сбыта, но уйти от наказания не смог. Никаких документов, подтверждающих родство разлитой жидкости, с вином нет. Более 100 литров зелья изымаются, а на нарушителя составляется протокол. Здесь же по соседству расположился еще один объект стихийной торговли. Кроме фруктов, этот продавец приторговывал кондитерской продукцией в нарушении всех санитарных норм. Ей также выписывается протокол. А это уже село Витязева. После контрольной закупки комиссия фиксирует факт незаконной реализации алкоголя. Здесь чувствуется размах почти тонны разной спиртосодержащей продукции. Документов и лицензии также нет. Сотрудники полиции выписывают протокол и опечатывают коробки с вином. Только за вчерашний день рейдовыми группами удалось изъять не менее полутора тонн виноматериалов. Торгуют в основном у первой линии моря. Основное это, конечно, наши прибрежные все эти. Благовещенко, Витязева, Суко, Утриш. Большое количество там изымается алкоголя. Причем изымается ежедневно. Как с сотрудниками полиции по нашим звонкам, по нашим куспам, так же с сотрудниками полиции самостоятельно все это изымается. Сегодня мы проводим рейдовое мероприятие совместно с сотрудниками ИАС, полиции. Они полностью, управление вышло их на работу с нами. И управление торговли, совместное мероприятие. Вот сегодня отрабатываем поселок Витязева. Только с начала года подобные рейдовые мероприятия позволили изъять из оборота более 15 тысяч литров алкоголя. Штрафы за такие правонарушения весьма серьезные. От 30 до 50 тысяч рублей. Если правонарушитель попадается повторно, то на него заводится уголовное дело. Руслан Душевский, Анна Парегион. Цветочные часы обретут вторую жизнь. Сейчас одна из главных достопримечательностей города закрылась на реконструкцию. Но уже меньше чем через месяц обновленный объект вновь запустят в эксплуатацию. Какие будут изменения, узнала наша съемочная группа. Сделать фотографию возле одного из самых известных городских арт-объектов сейчас не получится. Впрочем, как и узнать точное время. В летний период желающие сделать необычные снимки буквально затоптали цветочные часы. Некоторые даже умудрялись сделать селфи на стрелках. Предупреждающие таблички не помогли. Пару дней назад была женщина, мужчина, довольно-таки опрятно выглядят. Но, минуя ограждение, как бы, грубо сказать, залезли на цветочные часы и начали фотографироваться. Сейчас объект на реконструкции. А рабочие снимают верхний слой, чтобы подсыпать чернозема. Потом специалисты поднимут цифры из стрелки и отремонтируют часовой механизм. А чтобы ситуация не повторилась, было принято решение оградить часы забором. Жители и гости курорта с нетерпением ожидают окончания работ. Люди приезжают, которые из других городов, они как бы фотографируются здесь. Очень красиво для города. Я сфотографировалась уже 10 раз, вот приезжают родственники, всегда приходят сюда и фотографируются. И вот скамеечку теперь красивые сделали. Так что очень хорошо. Наша визитка города. Всегда здесь много людей, которые хотят сфотографироваться. Это очень уютное место. Нравится всем, как местным жителям, так и приезжим. Нам очень нравится. Многие отдыхающие знают и хотят посмотреть на эти часы. Это украшение нашего города. Полная реконструкция, по словам специалистов администрации города, будет закончена в первой половине сентября. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Анапский музей Гаргипи в рамках недели археологии уже подарил многочисленным посетителям немало интересных мероприятий. Накануне открылась еще одна познавательная тематическая выставка «Тайны терракоты». Впервые показан процесс производства терракотовых статуэток от куска глины до готовой статуэтки, раскрашенной красками. Также на выставке представлены антефиксы, украшения, дополнявшие каменные и деревянные постройки, храмы, административные здания, богатые усадьбы. Интересны и протомы – статуэтки, которые приносили как пожертвования в храмы или к домашним алтарям. Причем все экспонаты найдены во время археологических раскопок здесь, в Анапском районе, в разные годы. Несколько раз в год Анапский археологический музей открывает фондовые тематические выставки, на которых представлены ценнейшие экспонаты из коллекции музея, из фондов музея, которые ранее были недоступны простым посетителям. Выставка «Тайны терракоты» посвящена скульптуре малых форм и архитектурным украшениям из обожженной глины. Главные экспонаты выставки – терракотовые статуэтки, рычайшие правления античной культуры и ценнейший исторический источник. Выставка будет интересна для любителей истории и искусства. Подробные аннотации помогут посетителям музея разобраться во всех тонкостях производства терракотовых статуэток, коропластики в Горгипе и религиозным культам. Неделя археологии в Анапском музее Горгипе продолжается, и посетителей ждет еще немало интересных мероприятий. Подарок к своему профессиональному празднику получили краснодарские археологи. Недалеко от Анапы на некрополе Фоногории был обнаружен склеп 3 века до н.э. Исследования в поселке Приморском были возобновлены впервые за 18 лет. По оценке историков, руины античной каменной гробницы неплохо сохранились. Археологам удалось даже обнаружить захоронение. Для сооружения каменного склепа древние греки выкапывали котлован и возводили внутрь стены. К сожалению, свод не сохранился. Его остатки ученые обнаружили рядом со склепом. Гробницу разграбили еще в древности, а часть конструкции разобрали. Раскопки сопровождались интересными находками. Самая древняя из них – монета, датируемая III веком до н.э. Неоднократно в Восточном некрополе были обнаружены захоронения лошадей. Эти комплексы можно связать с воинской культурой. Детский санаторий «Глобус» в этом году отмечает свое 15-летие. С 2003 года он поддерживает статус Анапы как всероссийской детской здравницы. Здесь не только комфортно отдыхать. Санаторий известен своей лечебной базой. Около 750 детей со всей страны прибывают в санатории каждое лето. Как изменился «Глобус» за эти 15 лет, узнали наши корреспонденты. Директор санатория вспоминает, что 15 лет назад на этом месте кроме камыша ничего не было. Однако мечта построить детский оздоровительный лагерь оказалась сильнее трудностей, с которыми пришлось столкнуться. Теперь в 300 метрах от моря располагается современный санаторный комплекс для детей со всей страны. Все климатические условия в Анапе настроены на то, что нужно приехать, отдохнуть, еще и подлечиться. Это так замечательно. Поэтому в 2005 году мы построили медицинский корпус с лечением, особенно дети с органами дыхания. Это сам, как говорится, Бог велел в Анапе лечить. Поскольку у нас такие пляжи шикарные, а ведь все знают, что у нас песок состоит из кварца, и вот нагреваясь на солнце, он кварцует воздух. То есть одна небольшая, огромная ингалятория. Все дети также проходят лечение. В их распоряжении современный медицинский центр, где применяют инновационные технологии. В распоряжении санатория есть аппараты ингаляции, йодобромные, хвойные, жемчужные ванны, а также подводный душ-массаж. Активно используются и лечебные сульфидные иловые природные грязи из Тимурюковского района. Такие аппликации эффективно помогают при кожных и простудных заболеваниях. Дети приезжают к нам с заболеваниями хроническими, то есть позвоночника, все дорсопатии, простудные заболевания, фарингиты, синуситы, значит, в период ремиссии. Здесь оздоровление проходит детей, то есть это профилактика их обострений, лечение, обычно очень эффективные процедуры. То есть мы даем им здоровье на весь учебный год. Предусмотрена и насыщенная игровая программа. Как говорят сами дети, скучать им не приходится. Ежедневная занятость – одно из основных преимуществ санатория. Творческие кружки, спортивные секции, познавательные уроки и даже курсы юного режиссера. В поле столового мы обсуждаем о занятиях, которые задали нам, что надо сделать. Допустим, вчера сдавали видеоклип сделать, короткометражный. Здесь все соорганизовано, мы ходим на море, занимаемся делами. Мне здесь все нравится, поэтому я сюда приехала второй год. Сейчас в санатории «Глобус» проходит туристко-краеведческая программа, в которую входят уроки биологии, географии, ботаники и ориентирования на местности. Хорошая практика. В школе проходят они все азы – природоведение, биология, география и так далее. А потом сюда к нам приезжают на практику, где их научат и палатку расставить, и правильно рюкзак уложить, и виды костров изучают, и различные виды узлов, которые пригодятся при переходе через речку или других условиях. Дети с комфортом могут отдохнуть в благоустроенных жилых зонах с отдельными ванными комнатами и необходимой техникой. У сотрудников «Глобуса» есть множество планов по развитию санатория. Вскоре территория оздоровительного лагеря может пополниться теннисным кортом и необычным полисадником с редкими растениями. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров – отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. «Витязь» – Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей.